Привет, друзья! В прошлом видео мы начали проходить мод, который повествует нам о событиях после Сталкер Чистое Небо. И в видео я попросил вас своим активом показать, если хотите продолжение. Вы это сделали, спасибо. На этом видосе тоже не забудьте оставить свой лайк, они у вас бесконечные. А если кто не видел первую часть прохождения, в закрепленном комментарии есть ссылка на плейлист с этим модом, советую начать сначала. Ну и раз уж мы играем в мод на платформе Чистое Небо, то и вопрос будет касаться этой платформы. А именно, откуда у стрелка в финале игры пси-защита, которую мы сбиваем из ружья М1. Приятного просмотра! Так, я проснулся! Похоже было. Ух ты, батюшки, начался какой-то выброс, меня трясёт, скорее всего это пси-излучение какое-то. Ну, по идее я должен пройти, потому что у меня есть амулет, который даёт телепатия плюс 1.205. Думаете, у меня получится? Я не знаю, я сомневаюсь, если честно, в этом сильно. Время 13.27, я думаю, что мы успеем, но с Сахаровым нельзя поговорить о пси-шлеме. Я не могу у него сказать там, Сахаров, дай мне, пожалуйста, пси-шлем, вы это всё сами видели. Здравствуйте, здравствуйте. У него можно спросить про Оазис, что вы знаете про Оазис, конкретно ничего я не знаю. Много что слышал про него, кто говорил, что он лечит все раны, кто говорил, что он отпугивает мутантов. Пока сам не увидишь артефакт, не узнает, что он делает. А хотя бы примерное местоположение есть? Артефакт растительного происхождения, он может расти в любом... Он может расти на любом дереве, в тёмной лощине, в Припяти, в режим лесу, везде, где много деревьев. Ну, понятно, спасибо. Не за что, если найдёте, будьте добры, принесите на исследование, я буду очень благодарен. Хорошо, представляешь? Есть работа помощь науки на краю янтаря, появилось довольно-таки интересное растение. Можно это растение принести сюда, чтобы изучить. Понятно, берусь. Но вообще, как видите, ребят, тут нету квестов по типу, дай мне шлем. Поэтому, окей, отменяем. И придётся, собственно, ручно самому спускаться в ту лабу. Я надеюсь, что я не умру от этого, и нам, по-хорошему, надо куда-то спрятать свой лут, который у меня сейчас есть в инвентаре. Ну, а именно броню тяжёлую, я не хочу её пока продавать. Так что давайте её оставим тут. Артефакт, скорее всего, тоже оставлю. И, в общем-то, у меня есть детектор-сворог неплохой, да, согласитесь? Это очень неплохо, и мы сейчас сходим до ближайшей аномалии. И достанем этот самый детектор. Серьёзно, артефакт прямо тут валяется. Так, стоп, если это сварог, почему он не показывает аномалии? Серьёзно? Да, ну ладно. Ой, ой, жгёт, 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 жгёт. А где артефакт-то? Так, хорошо, артефакт мы забрали. Теперь текаем отсюда. В общем-то, жгёт меня, хоть и не сильно. ХП-то сильно у меня не отнялось. Состояние брони какое. Чуть-чуть покосалось, и мы нашли с вами артефакт, который называется колобок. Опять-таки даёт радиацию. Где же мне найти арт без радиации? Так, нас все дороги ведут сюда, поэтому мы отправляемся. И выполним сразу все квесты, которые там есть. Не забывайте, что нам ещё надо ящик с кодовым замком забрать для какого-то пацанёнка с бара. Надеюсь, что тут есть какой-то проводник, но он есть, но... Надеюсь, он меня доведёт до бара, если что. А знаете, что я заметил? У меня вообще нет патронов для моего оружия, и... Куда я пошёл вообще? Кое-какого лута я тут подобрал, и... О, вот это было жёстко, конечно. И теперь у меня есть лут. Ух ты, новый автомат. Вот это вот неплохо. Что это такое? Термобарическая граната. Это типа коктейль Молотова, что-то типа такое. Нормально, что? Нормально. Да, тут какой-то свет, конечно, пересвет, потому что тут все излучения, которые всё-таки на меня действительно не действуют. Ну и мы с вами проникаем на территорию завода. Что нас тут будет ждать? О, у меня кончилась выносливость. Да, да, с перегрузами тут, конечно, беда. У меня всего лишь 50 килограмм грузоподъёмности. Эти 50 килограмм я уже исчерпал. Придётся нам гуськом аккуратно ходить по базе, особо не прыгать. И с людьми стараться не пересекаться. Вон он на меня смотрит, чучело. Я думаю, нам сразу, короче, сходить сюда. Забрать ящик сталкера. Я знаю, что он будет весить много, я это понимаю. Ну а что же делать-с? Так, ребятёночек стоит. Пытаюсь поцелиться в голову, выстрелить. Ничего ему нет. И ещё раз. И третий раз. Батюшки. Ой, он меня уже видит. С четвёртого таки раза он вроде как упал. И добиваем его четвёртым патроном. Или пятым. Блин, я уже запутался. Но в целом, как бы, с дробовиком можно убивать. Хоть я бы хотел ставить на мутантов, но давайте. Короче, ребят, всё неоднозначно. Оказывается, я всё-таки умираю от излучения. Я сейчас поставил себе амулет монолитовский. Но он мне прибавляет радиацию. И, короче, всё получается как-то... Как-то всё не очень. Потому что у меня нет анти... Господи, какая же ты дура живущая. Только посмотрите на это. У меня нет артефакта, который выводит эту самую радиацию. Я покинул территорию завода. Блин, я не знаю, что делать, скажу вам откровенно. Я подобрал какой-то артефакт. Но он даёт всего лишь химажок плюс четыре. Он, конечно, хороший, но радиацию полноценно не выводит. И плюс ко всему я ещё получаю дамаг от пси-излучения. Думал, я, может, найдётся мне артефакт, который выводит радиацию. Нет, ничего подобного. В общем-то, тут есть какой-то человек. Я не знаю, каким образом, но мне действительно нужен пси-шлем. Каким образом мне его получить, если профессор Сахаров мне его не даёт? И у меня нет с ним диалога о пси-шлеме. Неужто мне нужно просто на него поработать, пополнять эти самые квесты, и он мне сам рано или поздно даст? Так, сидят пацанята какие-то. Что ты здесь делаешь? С дурными вопросами, зачем лезешь? В общем, с ним говорить нам не о чём, вот вообще со всеми этими сталкерами. Зато тут есть артефакт, который даёт радиация минус 7. По-моему, это то, что нужно. Слушай, вообще шикарно, вот это повезло. Просто в ящичке лежало. Что-то давайте ставим тогда радиацию минус 7 и вносим с минус 1, который у нас и так, да? И это даёт радиацию плюс 1, как бы. Но мы всё равно ставим. Итого у меня сейчас телепатия дохера. Вы думаете, мне этого хватит, чтобы проникнуть на территорию завода? Мне кажется, что там есть какие-то скрипты. И если у меня нету шлема, то я всё равно отъеду. Но, хорошо, теперь у нас есть что-то, да, хотя бы. Ой, батюшки. Но у меня есть аномалия для хим... А ты химожога? Забрали растение, хорошо. Возможно, теперь его надо отнести к профессору Сахарову. Здорово, вообще, да, в ящике просто взял да попался артефакт. Я теперь буду этому удивляться. Что нам даёт, кстати, аномальное растение? Растение, которое было частью аномально изменённой рощи. Деревья довольно агрессивно реагировали на вторжение. Но само растение опасных свойств пока не проявляло. Красивенький цветочек. Я, в общем-то, хочу проникнуть в это здание и забрать тут ещё один артефакт. Почему бы и нет? Ну и Сахарову мы, скорее всего, вернёмся и зададим ему квест-таки. Уберём оружие, потому что патронов к нему нету. Буду ходить с калашом. Причём оружие стоит 15 тысяч, а мой автомат Калашникова стоит 30 тысяч рублей. Ммм, даааа. С выносливостью у меня, конечно, беда полнейшая. 51 из 50 килограмм у меня, уууу. Получается, я теперь эту штуку могу поставить, колобок, который восстанавливает немного здоровья. Итого у меня сейчас даёт плюс 3 радиации, я могу ещё какой-нибудь артефакт поставить. Например, батарейка. Всё, теперь у меня... Вот, теперь у меня и выносливость прибавляется на 1 быстрее, как бы, да? Ну да, конечно. Ну да, побыстрее восстанавливается, но особо это, конечно, не поможет, мы все это с вами понимаем. И где-то тут артефакт. А вот, собственно, и он, и это... Не помню, какой он называется. Опа, там был тайник, видели? А вот и, собственно, ящик, который нам надо вернуть сталкеру. Ого, ничего себе тут в ящике было добра. Уходим отсюда. Я не знаю, как нам с вами выключить это пси-излучение на заводе, но полагаю, что, скорее всего, это надо будет спускаться вниз и там его отключать. Но, как я уже сказал, предварительно мы сходим до Сахарова, сдадим ему квест. Возможно, даже вернёмся в бар, сдадим ящик. Он, наверное, много, кстати, весит, да? Ну, весит он всего лишь... Да нет, мало. Судя по всему, вещей в ящике немало, интересно, что там. Поэтому он весит всего лишь 100 грамм. Вещей в ящике немало. Его можно использовать, что? Попытаться открыть, ну-ка. Ага. 1, 4, 8, 8. Нет, ящик не открывается, но я и не буду пытаться, а то владелец разозлится. Вносливость плюс 4 даёт уже этот артефакт, тогда как этот плюс 2. Ну и радиацию на 1 больше, правда говоря. Ммм, неплохо. А этот артефакт нам даёт... Вносливость плюс 9, нихрена себе. То есть он лучше даже, чем вот это. Ничего себе, да. Ну, конечно, кончается вносливость быстро всё равно, но и восстанавливается довольно-таки шустренько. Потихоньку моя жизнь учёного налаживается, да? Теперь хотя бы я, когда шагом иду, вносливость восстанавливается. А то я шёл, она вообще не такая, типа, на месте стояла. Опа, здорово, котелок. Вот тебе по голове. Да ну! Да ну! Да ну! Еле я его убил. Я бы хотел поработать с вами военным сталкером. Это мы ещё к военным сталкерам, типа, можем вступить. Кстати, он, типа, торговец. Но я не буду вступать к военным сталкерам, ребят. Вы уж извините меня. Потому что, ну, я уже учёный, что? Буду помогать. Благо, науки делать. Так, мы с вами, скорее всего, оставляем себе автомат, которому у нас очень мало патрон. Хотя, с другой стороны, чё его оставлять? Эти два артефакта мы можем продать, потому что они нам абсолютно не нужны. Они хуже по характеристикам, чем тот, что стоит у меня в слоте. Тул в слоте. Гранаты какие-то термобарические. Которые реально дорогие и, по-видимому, очень крутые. Так, ладно, я убрал всё ненужное. Всё равно 50 килограмм. Пойдём к Сахарову сдавать квест. Эй, мэн, иди сюда! Алло! Выключи своё радио! С дурацкой музыкой какой-то. Здорово-здорово. Насчёт задания. Вот ваш цветок. Ооо, говорит. Молодец. И 10,5 тысячи рублей. Ну, неплохо. Работаю, опять-таки, не найдётся. Да, конечно, найдётся. Говорят, существует артефакт под названием Компас. Что самое интересное, он не излучает радиацию, как все. Этим он меня и заинтересовал. Помоги мне найти артефакт, а я вас не обижу награды. Ладно, я найду артефакт. Кстати, а где его искать? К сожалению, мы сами не знаем, где его найти. Попробую расспросить сталкеров, может, они его видели. Ну, поищу артефакт. Хорошо, я прямо на учёных работаю, слушай. Есть ещё какая-то работа на помощь науке? Для помощи науке нету. Хорошо, возможно, тебя заинтересует ничего. Ну, есть что для меня, для меня ничего нет. Видите, нету диалога о шлеме. Нету, сами всё вы увидели. И давайте, наверное, ему просто продадим артефакт. У меня есть лунный свет. Нет, у меня есть батарейка и пустышка. 12 плюс ещё 6 тысяч. В общем-то, какие-то деньги у нас есть. 34 тысячи рублей. Это, конечно, мало. Это, как бы, особо ни на что не потратишь. Хотя, подожди, почему это не потратишь? Я помню, там была снайперская винтовка в баре за 24 тысяч. В общем, я хочу попробовать переместиться в бар и сдать тому пацанёночку ящик, который мы нашли. Куда ты можешь меня отвезти, а в бар он не отводит, прикинь? Замечательно. Да ладно, слушайте, а зачем мне это делать? Давайте, наверное, всё-таки сначала сходим до призрака, порешим, наконец-то, выполним этот квест, и потом уже пойдём дальше куда-нибудь. Да, перед тем, как зайти в лабораторию, мне, конечно, тут надо будет перебить огромное множество зомбированных, которых тут, ну, реально очень много. Я даже не уверен, что у меня хватит патронов. Блин, с патронами вообще беда настоящая. Приходится каждый труп обыскивать досконально, чтобы с них собирать патроны, даже, наверное, буду собирать в таком случае автоматы, и их тоже разряжать и выбрасывать. Ну, ой, батюшки, какое излучение, вау, и причём тут у нас лежал тайничок абаканчиком, который будет уж получше по состоянию, чем наш калаш. Хотя, блин, ну, калаш особо не сломан, но там хотя бы были патроны. Ну, и плюс абаканчик, насколько мне известно, будет поточнее автомата калашникова. Вот мы его себе оставляем. Я вхожу в эту пещеру, в эту, в эту, не знаю, что как это назвать. Почему-то эти пацаны на меня вообще не реагируют. Вы что, какие-то странные? 14 гранат. Ууу, смотри, как мне плохо. Смотри, как мне плохо. Ну, я думаю, что нам надо сделать именно так. У меня нет других предположений. Скорее всего, там снизу мы что-то и отключим. Да, я перехожу на другую локацию. Опа, и игра вылетела вообще. Ууу, понятно. Да, перешёл. Такие, я. Игра вылетела, но перезагрузка помогла, и что мы видим? Сука, тут страшные звуки. Вы это слышите? Блин, мне стрёмно, ребят. Мне очень стрёмно, но делать нечего. Людей тут нет вроде как, поэтому мы достанем дробовик. Так, хорошо, надо не переживать особо. Как, сколько что-то спусков вниз, скажите мне. Тут вообще должны быть обычно зомбированные, но сейчас их нету. Я помню, что сзади, значит, должен заспауниться снорк. Нет? Тихо, 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 не пугайте меня тут. Вы что, хотите, чтобы я заорал? Снорка не заспаунилась, что очень странно, я вам скажу. Прям максимально странно. Вау, вау, вау. Ничего себе я упал. Тут и лестницу переделали, слушай. Они же как, тоже падать? Ба, вы слышите этот звук? Да всё, я не буду играть, ребят. Я спринял перил, тут раньше тоже не было. Сейчас есть. И что? Что-то тут вообще пусто. Три человека появилось, конечно. В общем, немного переделали лабораторию, я понял. Еле выговорил это слово. Переделали лабораторию и... Да что, блядь, за звук? Я сейчас не буду играть, всё. Какие-то хорроры придумали. Вот теперь лаба, это действительно очень страшно. Да ладно, ты что, дурак? Так, скорее всего, гранату будем использовать против зомбированных. Ну-ка. Вау. Взорвалась так взорвалась. Ну, по-моему, она никого не убила. А, там один труп есть вроде. Короче, они никак не отреагировали, эй. Давай обычную гранату кинем под них. Ловите, уроды. Да ладно? Алло, ребят, а зачем я брал гранаты тогда столько? В количестве 14 штук. Ну вот, вроде задел. Хорошо, ладно, отправляемся дальше. Все фонари выбил батюшки. Здорово. Ехерина себе! Дуру живучая, ты видел, да? Я не знаю, из чего они сделаны, но... Дробь разрывает просто на куски. И он каким-то образом остаётся в живых. Еба, лабораторию переделали. Ты чё, обнаглел? Ребят, лабораторию, посмотри, её переделали. Я удивлён, потому что я никогда не видел эту лабораторию переделанную. И вот она теперь переделана, смотрите. А, ладно, хорошо, давайте тогда выкидывать то, что нам не надо. У нас появился ещё артефакт. Радиация минус 4, но всё равно вот этот... Где он вообще находится? Дикобраз, то даёт минус 7. Пусть и выносливость минус 1, но... Это не беда, у нас есть плюс для выносливости. Всё, перегруз. Ладно, это выкинем. Нет, всё равно перегруз. Ещё выкинем. У нас, кстати, есть артефакт для килограмм. 20 кг, ничего себе. Вместо чего его можно поставить? Наверное, вместо выносливости. Какой вот этот артефакт вносливость прибавляет, да? Да. Просто она нам пока не нужна, поэтому давайте плюс килограмма поставим. Блин, ну развилка, я не знаю, куда идти. О, тут тупик, понятно. В ящиках добро попадается всякое, бинты, но 5.56 брать не буду. Лишнего мне просто-напросто не надо, вот и всё. А какая у нас вообще... Какое задание у нас вообще? Феникса найти, это кто? Последний сигнал был зафиксирован по этим координатам, нужно сходить и разведать тут место. А, это вообще не в ту сторону. Вот, вот, вот сюда нам нужно. Призрак подписался на охрану Васильева и спустился вместе с ним в ИС-16, но длительное время не выходил на связь. Нужно узнать, куда они пропали. В общем-то, всё относительно просто. Просто узнать, куда они пропали и... Тут свет горит откуда-то. Причём непонятно откуда. Но без света... Но без света фонаря это, конечно, выглядит максимально жутко. И хи-хи, тогда отсюда быстрее стекать. Никого нету. Слушай, ну если так, то, конечно, это здорово. И нам где-то надо с вами тут найти Васильева. Я полагаю, что установку надо выключать, да? А тут нету никаких даже рубильников. И тут какая-то лестница. О, господи, только не развилки сумасшедшие. В общем, пришёл я отсюда, правильно? Правильно. Сразу же мы можем подняться наверх. Но с другой стороны, тут есть ещё какой-то куда-то проход. И куда он ведёт, уже непонятно. Опа-на. Опа, кто-то один тут уже появился. Раненый NPC. Ух ты. И убитый контролёр. Здоров, мэн. Мэн, я твой мозг, пожалуй, заберу. Так, эй, мэн. Салкер, контролёр. Контролёр уже мёртв. Ты не шевелись, я помогу тебе. Нет, я умираю. Возьми мой ПДА и отдай стрелку, пожалуйста. Стой, не умирай. Где Васильев? Где стрелок? Охеренно. Обалденно. Взять ПДА и фотографию из рюкзака призрака. Пацанёночек умер. Ну как же так же. Да, действительно есть фотография. Слева направо клейк призрак стрелок. Забираем. Берета 92. КПК. Ну вот это, конечно, поворот. Кирпичи мне в рот. Прослужить запись выполнено. Выбраться из лаборатории теперь нам с вами предстоит. То есть выключать в принципе ничего и надо. Блин, это странно, потому что я думал, что мы будем выключать пси-излучение, но по факту нет. Нам говорят, просто идите, типа, выходите из лаборатории. До свидания. Но я всё равно попытаюсь тут изучить, ещё выше поднимусь и может быть всё-таки мы тут что-то найдём. Блять, да что за звуки страшные? Ну рили, ну что, хватит уже. Какие-то бумаги тут были всё-таки. Документы об исследованиях. Их, скорее всего, я должен отдать профессору Сахарову. Возможно, он бы мне даже такой квест дал, мол, найди мне вот какие-то записки, там я тебе даю квест. Ну и вот я их сразу взял, чтобы потом ему отдать. Ладно бы ещё противники были, да, но тут противников нет и ты просто боишься и вот эти всё слышишь. Блин. Вот-вот-вот, слышим. Какой-то ещё отсек. Что мы можем тут найти? Да ничего, ничего не ломается. В общем, я-то думал, мы будем отключать излучение, но по факту нет. Почему-то отключать его не надо, даже нам Сахаров не даёт такой квест. Вот я буду орать, если он нам в итоге даст такой квест спустя какое-то время, такой типа. Знаешь, наёмник, я тут подумал, иди-ка отключи. Вот это да, это будет прикол. Прыгаю в дырочку. Он сам по себе перешёл, молодец. Ой-ой-ой, новое задание, защитить лагерь учёных, снова новое задание, поговорить с профессором Сахаровым. Кто напал в очередной раз на лагерь учёных, объясните мне, пожалуйста. Как всегда, на карте никого нету. Ну, никто не отмечается. И я сейчас буду ходить искать противника, как это было в прошлый раз. И пока мы не выполним задание защитить лагерь учёных, мне не откроют бункер, и я туда не пройду, обожаю. Молодцы, да? Сделали прям отлично, от души. И вы чё, дураки, что ли, ребят? Ты... Ты чё стоишь? Отменено, прикинь? Я выполнил это задание, и опять отменено. Ну, что за бред? Короче, я захапал себе винторез у призрака, который был. Буду с ним играть, как только у меня, разумеется, патроны к нему появятся. Давай всё-таки немножко тут сбросим, конечно, аптечек, потому что весят они много. Вообще, это один килограмм весит, нихера себе. Ну и пойдём к профессору Сахарову. Мол, здравствуйте, мы прошли лабораторию, давайте мне мою награду. Я нашёл тело призрака. По последним записям из ПДА, на них напали зомби с контролёром. Васильев сбежал, а призрак не выжил после атаки контролёра. Спасибо за информацию, буду знать, жаль, конечно, сталкера. В смысле, Васильев типа крыса, нет? Тебе так не кажется? Возможно, тебя заинтересует... Я нашёл документ X17. 35 тысяч, хорошо, ничего себе. Возможно, тебя также заинтересует, нашёл документы об исследованиях, 40 тысяч, хорошо. Нихрена себе. Щедро, слушай, 146 тысяч у меня уже. Итого, что у меня сейчас по квестам? Все дороги ведут на данный момент в бар. Там мне нужно поговорить по поводу стрелка, вроде бы, когда. Отдать ящик сталкеру. А, поговорить с Сидоровичем? Ну, нихрена себе, это мне сейчас идти надо на кордон. А в чём квест-то заключается, алё? В ПДА призрака упоминается что-то про кордон. Надо бы сходить к Сидоровичу и узнать про проводника. Такие дела, ребят. Неплохо мы такого-то намутили, кстати, за эту серию. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...